22-ю годовщину своего священнического рукоположения владыка Филарет отметил по-монашески скромно. У православных великий пост, а в мире коронавирус. Радует, что люди не испугались и продолжают приходить на богослужения. Вот и в Индинский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы пришло не так много людей. Всего около сотни. Но практически у каждого единые цели. Сначала причаститься, а потом и пособороваться, чтобы из храма выйти полностью очищенным от грехов. 22 года назад началось священническое послушание владыке Филарета. За это время было сделано громадное количество благих дел во славу Божию. Под его началом из руин восстановлен Жадовский монастырь. Построены новые и реконструированы десятки старых соборов, храмов и церквей на всей территории Барышской епархии. Это немало-немного семь районов Ульяновской области. Но о себе владыка говорить не любит. Его проповедь всегда направлена на то, чтобы призвать людей к Богу. Вот и в этот день Преосвященный Филарет отметил, что минула половина поста. Значит, в храмах началась крестопоклонная неделя. Не обошел владыка стороной и тему эпидемии коронавируса. У православных свои методы борьбы с эпидемией. Инзенсам в этом отношении повезло. В соборе Рождества Презвятой Богородицы до Пасхи гостит икона счетиций целебных мочей святого исповедника врача Луки Крымского. Многие прихожане просят его молитв об избавлении от различных хворей и по вере своей это избавление получают. Следуя всем предписаниям властей, служители Инзенского собора делают все возможное, чтобы эта процедура была максимально безопасной для людей. Икону Луки Крымского протирают спиртовым раствором практически после каждого верующего. Дмитрий Гурин ведя студию Барышевской епархии специально для Управда ТВ.